Пандемия обрушилась на планету и продолжает распространяться. Сейчас все ученые мира пытаются найти способ лечения этой инфекции. Доцент кафедры микробиологии Института фундаментальной медицины Казанского федерального университета Павел Зеленехин прокомментировал ситуацию в мире и рассказал, каким способом возможно избавиться от вируса. Нужно, чтобы у необходимого количества людей соревновалась иммунная защита. И все это сделано для того, чтобы коэффициент репродукции вирусов был меньше единицы. Соответственно, будет меньше единицы, то это означает, что один болеющий человек передаст инфекцию по цепочке меньше, чем одному следующему человеку. Или только в такой ситуации мы можем увидеть плата числа активных случаев и дальнейший спад. Ученый рассказал, что не стоит верить разработчикам вакцины, тестирующим ее на себе. А переливание плазмы крови переболевших пока показало свою неэффективность. Дело в том, что когда мы что-то новое начинаем применять в практике и видим какой-то результат положительный, то это может не означать, что действительно метод или препарат обладает положительным действием. Это может быть следствием самых разных факторов. Ну, например, то, что врач может тем пациентам, которых надеется вылечить, он может давать препарат. Неосознанно это происходит, выборка происходит. А тем пациентам, которым уже ничто не поможет, но у них эти препараты не дают. Об этом получается, что вот людям, которым препарат или какой-то метод к ним применили, они выздоравливают, значит, этот метод хороший. Это не до конца правильно, потому что для того, чтобы выяснить, действует ли препарат или метод, нужно проводить специально организованные, нарандомизированные, двойные слепые клинические испытания. Пока эпидемия переходит на новые этапы, ученые не стоят на месте. И поэтому остается только верить, что когда-нибудь все обязательно наладится. Напомним, университетская клиника Казанского федерального университета приступила к проведению исследований, предназначенных для выявления антител коронавирусной инфекции. Соответствующие анализы в клинике ВУЗа могут сдать все желающие с 8 до 10 по адресу Вишневского 2А. Подробности можно уточнить по телефону.